В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В начале апреля нынешнего года на станции Булатникова произошел несчастный случай. Сюда приехала специальная комиссия. Мы выявляем в случае несанкционированного перехода через железнодорожные пути. Проводим с жителями разъяснительную беседу. В городе Видное на Ольгинской 46-1 идет постепенное разрушение фундамента дома. Тот край дома, он чуть выше, чем наш. Дом падает. Я вижу даже по мебели, как наклоняются столы. В Подмосковье вводится единый региональный реестр льготников. Это пациенты с социально значимыми заболеваниями. Специальная комиссия, в которую вошли представители линейного отдела полиции, администрации городского округа, ОАО РЖД и административно-пассажирской инспекции Московской области, посетила станцию Булатникова. В начале апреля нынешнего года здесь произошел несчастный случай. Такую картину нередко можно увидеть на станции Булатникова. Люди переходят через железнодорожные пути, несмотря на работу свето-звуковой системы оповещения о приближении поезда. Совсем недавно, 7 апреля, пожилая женщина 1948 года рождения в этом же месте пересекала пути и попала под поезд. Для выяснения причин трагедии и инспектирования состояния перехода сюда приехала специальная комиссия. В ходе этого рейда мы выявляем случай несанкционированного перехода через железнодорожные пути, проводим с жителями разъяснительную беседу, профилактическую беседу, рассказываем, что нельзя переходить железнодорожные пути, потому что это опасно для жизни. Станция Булатникова, в отличие от соседней в Расторгуево, довольно скромная платформа, людей отсюда уезжает немного. Тем не менее, трагедия произошла именно здесь, по мнению представителей комиссии. На переходе сделано все, чтобы максимально обезопасить людей. Переход оборудован в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к подобным объектам железнодорожной инфраструктуры. То есть здесь имеется ограждение, здесь имеется так называемая змейка, которая позволяет пассажиру обратить внимание на поезда, приближающиеся с обеих сторон, как со стороны Москвы, так и со стороны Московской области. Также на переходе установлена свето-звуковая сигнализация, которая предупреждает пассажиров о том, что скоро в этом месте проедет поезд. В Ленинском городском округе на железнодорожных путях с начала года, помимо произошедшего 7 апреля, зафиксировано еще два случая со смертельным исходом. Один на станции Расторгуева, второй на перегоне между станциями Бирюлева и Булатникова. Всего же за 4 месяца на Павелецком направлении произошло 7 подобных случаев, в 6 из них погибли люди. Данная комиссия у нас проводится постоянно в целях профилактики предупреждения травматизма на объектах железной дороги, так как все мы понимаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности, травмы, полученные на данных объектах, тяжелые либо смертельные. По мнению экспертов, главная причина, по которой происходят несчастные случаи – пренебрежение элементарными мерами безопасности. Люди, стремясь сэкономить время, переходят железнодорожные пути с риском для жизни. Но стоит ли оно того? Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В редакцию телеканала «Видное ТВ» обратились жители Расторгуевской части города Видное. На Ольгинской 46-1 идет постепенное разрушение фундамента дома. Из-за отсутствия отмостка в период таяния снега и дождей вокруг здания стоит вода. Сегодня в рубрике «По адресу» наш корреспондент Юлия Погосян попытается разобраться в проблеме. Для Юлии Черниковой и других жителей улицы Ольгинская 46-1 резиновые сапоги стали привычной обувью. В другой преодолевать эти лужи невозможно. Отсутствие стоков и отмостка делает свое дело. В период таяния снега и дождей в воде просто некуда деваться. Она стоит на проезжей части и вокруг дома. По словам местных жителей, такая картина на данном участке уже так лет 15. Но последние два года ситуация усугубилась после благоустройства придомовой территории. Асфальтовое покрытие на проезжей части подняли и теперь вода благополучно стекается под углом к фундаменту дома. Когда ходили изначально, делали осмотр, мы как жители вышли и выступили, сказали, чтобы предусмотрели наши больные стороны, потому что здесь вода стоит все время регулярно, чтобы сделали на этом акцент и устранили, чтобы в будущем не было. Сделали ливневки, в конце концов, потому что у нас не работают ливневки. Нас, как жители, не услышали, рассматривать наши пожелания не стали. Сделали условия хуже, в частности, по этой воде. Если жители еще как-то могут приспособиться к лужам, то дому нужна срочная помощь. Фундамент постепенно разрушается. Подвала в здании нет. Расстояние между полом на первом этаже и землей около 50 сантиметров. В первой квартире сыро, там дышать нечем, там плесень. Они постоянно делают ремонт. И я не знаю, как там люди живут. От того, что вода, она сверху спускается сюда, тот край дома, он чуть выше, чем наш. Дом падает. Я вижу даже по мебели, как наклоняются столы, шкафы. Двери не держат. Неравнодушные жители просят спасти их дом от разрушения. Ведь с каждым ливнем ситуация усугубляется и может привести к печальным последствиям. Будет произведено комиссионное обследование, совместный выезд сотрудниками управляющей компании, представителями специализированной организации МБДУР-сервис, администрации округа для принятия решения по отводу вода Ольгинска 46-1. И также подрядные организации. По результатам принятия решения мероприятия будут выполнены в рамках гарантийных обязательств подрядной организации. То есть ответственность за такое благоустройство лежит на подрядной организации, которая производила работы. Им и устранять последствия. А мы будем продолжать следить за ситуацией на Ольгинской. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно-ТВ. Сегодня, 26 апреля, стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». У каждого жителя есть возможность выбрать, какую территорию в своем городе он бы хотел видеть благоустроенной. До 30 мая отдать свой голос может каждый гражданин, достигший 14-летнего возраста. В Ленинском городском округе на суд жителей представлено четыре объекта. Набежная Мало-Торчевского пруда, бульвар Завидной аллеи, сквер 50-летия города Видное и сквер 80-летия Ленинского муниципального района. С подробной информацией по данным общественным территориям и планируемым мероприятиям, в случае, если они станут победителями рейтингового голосования, можно ознакомиться на этом сайте за городсреда.ру. Голосование проходит в онлайн-формате. За общественные места Ленинского округа голосовать могут только зарегистрированные на территории муниципалитета жители. К благоустройству объекта победителя приступят в 2022 году. С 1 апреля вступил в силу новый регламент МВД России, согласно которому экзамены на управление транспортным средством будут проходить по новым правилам. Также нововведения коснулись выдачи водительского удостоверения и регистрации автомобилей. Что изменилось, выясняла наша съемочная группа. Начинающие автомобилисты больше не будут сдавать экзамен в ГИБДД на закрытых площадках. Отныне сотрудники госавтоинспекции оценивают готовность будущих водителей только в рамках дорожного движения. Площадка как таковая уже у нас отошла. И мы не принимаем больше у кандидатов-водителей площадку. И все это мы должны проверить у кандидатов-водителей в черте города. Все эти упражнения, которые были на площадке, мы теперь проверяем в условиях дорожного движения. Как пояснил начальник отделения экзаменации Андрей Дубков, теоретическая часть осталась без изменений. Билеты по-прежнему состоят из 20 вопросов, объединенных в 4 тематических блока. На их решение отводится 20 минут. В каждом блоке по 5 вопросов. Допускается одна или две ошибки, но в разных блоках. За каждую из ошибок будут назначены 5 дополнительных вопросов, соответственно, за две ошибки 10. В дополнительных блоках ошибаться нельзя. Также сотрудники ГИБДД рассказали об изменениях в постановке на учет транспортного средства. Для получения госуслуги по регистрации транспортного средства вы можете прийти к нам в отдел, взять талон в живую очередь, оформить заявление. После того, как вы оформили заявление, машину предоставляете на осмотр. После осмотра, где инспектор сверит номерные агрегаты и узлы транспортного средства, поставить вам отметку соответствия. И после чего вы уже берете второй талончик для подачи документов и данная госуслуга вам предоставляется. Перед обращением в органы ГИБДД необходимо заплатить госпошлину. Это можно сделать через терминал, но за услугу могут начислить проценты. А если подавать заявление на регистрацию автомобиля через портал госуслуг, тогда на любую процедуру сделают скидку 30%. Стоит отметить, что нововведения в 2021 году коснулись и замены водительского удостоверения. Также можно записаться в МФЦ, в многофункциональном центре, подать документы и уже получить свое водительское удостоверение в этом центре. Весь пакет документов там сотрудники объясняют, какое нужно предоставить. И уже эти документы курьером доставляют нам. И мы составляем уже все документы для выдачи водительского удостоверения через МФЦ. Правки в законодательство были внесены, чтобы упростить процедуры. Их прохождение занимает не больше часа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видноэ-ТВ. В Подмосковье вводится единый региональный регистр льготников. Мера позволит избежать перебоев в обеспечении лекарствами льготных категорий граждан. Регистр льготников формирует лечебные учреждения региона по распоряжению Министерства здравоохранения Московской области. Такую работу сейчас проводит и Видновская районная клиническая больница. В регистр заносится сведения о так называемых региональных льготниках – пациентов без группы инвалидности. Это пациенты с социально значимыми заболеваниями. Это может быть сахарный диабет, онкологические заболевания, ревматоидный артрит, бронхиальная астма. На данный момент в Ленинском городском округе проживает около 4 тысяч таких льготников. Для включения в регистр им необходимо в ближайшее время принести в 307 кабинет взрослой поликлиники копию документов. Паспорт, страница 3-4, следующая страница прописка и следующая за пропиской страница. То есть она будет пустая, но ее нужно будет тоже принести. Копия снился. Оперативное внесение данных в регистр позволит своевременно обеспечить бесплатными лекарствами льготные категории граждан и сформировать плановые заявки на следующий год. В детском спортивном клубе «Орлена», где ребята занимаются дзюдо, прошли соревнования белых поясов. Их участниками стали самые юные воспитанники клуба. Для некоторых эти соревнования оказались первыми. Наш мобильный репортер стал свидетелем захватывающих поединков. Первые победы и первые поражения. Слезы и радость. В небольшом зале «Орленка» с трудом смогли поместиться все, кто пришел поболеть за ребят. Почти четыре десятка белых поясов вышли на татами, чтобы испытать свои силы в состязаниях с одноклубниками. И вот момент награждения подняться на пьедестал почета, пусть и на разные ступени, смогли не все, но каждый участник соревнований был отмечен дипломом и медалью. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok